Давайте начнем. Вот, допустим, жгут эсмарха, да, изобретен более 150 лет назад. Это просто резиновый жгут с двумя заклепками, длиной около полутора метров. Смотрите, основные его минусы, он обладает очень низкими прочностными характеристиками. То есть, допустим, наши солдаты на АКС на приклад заматывают, еще где-то заматывают. Дело в том, что я на занятиях прошу, а теперь давай, я даю водную, отрыв конечности, давай оказывай помощь. Пока он его размотает, и когда начинает его натягивать, он лопается. Потому что резина эта не приспособлена, даже для учебных целей, она 10-12 раз ее можно расстиловать, потом она начинает лопаться. На самом деле, изобретено еще было во время Великой Отечественной войны нашим, не как-то там называлось, по медицине. Американцы потом это просто связали. Ему уже более 70 лет, скажем так, американцы изобрели 20 назад, а мы изобрели 70 лет назад. Ну, пользуемся, вот у них покупаем. Отличная штука. И рассмотрим ратовский. Некоторые его не жалуют за его травматичность. Да, он очень травматичный, но зато он очень быстро накладывается, очень оперативно его можно использовать, достать. И он очень эффективен в плане остановки кровотечения. Единственные его минусы, его нельзя накладывать на открытые участки кожи, так как это приводит к защемлению нервов, кровеносных сосудов. И нужно смотреть за правильность его наложения, потому что если накладывать два жгута и переклинуть кожу, то в этом месте будет некроз. Ну и, конечно, он очень травматичный. Прям очень-очень травматичный. Но зато он самый эффективный. Мне он больше всего нравится, я его использую. Рассмотрим средства, произведенные в Великобритании, Селакс. Двуграммовые для небольших капиллярных кровотечений и для остановки мелких артериальных кровотечений, там, при отрывах пальца, ну, то есть, в глубоких порезах. В основном никогда не приходилось его применять, потому что не было таких травм. Так, 15-граммовый Селакс. Вот, 15-граммовый Селакс хватает при неполных отрывах кисти, стопы, либо и при полном отсечении кисти, стопы с использованием жгутов. В основном мы используем 15-граммовый, то есть, объема этого препарата хватает для того, чтобы остановить вот такие вот раны, как пулевые, резанные раны. И 35-граммовый Селакс. Вот это уже мы используем при полном отсечении бедра или плеча. То есть, 15-граммового будет уже недостаточно. Недостаточно будет вещества для того, чтобы остановить. Препараты способны остановить кровотечение, даже если вы не будете использовать кровоостанавливающие жгуты, либо пальцевое прижатие. То есть, вы в рану засыпаете этот препарат и зажимаете рану в течение 35-40 секунд, то есть, создаёте на неё давление. Всё, кровоучение будет установлено. Намного эффективнее это будет работать, если вы будете использовать кровоостанавливающие пальцевое прижатие, либо использовать жгуты. То есть, раненый не будет ещё терять кровь, и то есть, всё равно, прежде чем препарат начнёт действовать, всё равно какое-то количество крови будет вытекать. Следующие бинты. Бинд Селакс. Хорошая штука. Проходилось несколько раз применять в боевых условиях. Единственный минус этого просто дороговизна. То есть, ещё небольшое дополнение. Гранулы Селакс, вот именно порошок, мы применяем только при наружных кровотечениях и при осечениях конечностей, при пулевых ранениях конечностей, при ножевых ранениях. Ни в коем случае мы не применяем гранулы Селакс любого вида и аппликатор при ранениях, при абдоминальных ранениях и при ранениях в таракальной плоскости. То есть, при ранениях в живот категорически нельзя применять гранулы и аппликатор, при ранениях в грудную клетку нельзя применять гранулы и аппликатор. С чем это связано? При ранениях в грудную клетку, хитозан, попадая в таракальную плоскость, он будет склеивать плевру, потому что это средство, он сильный абсорбент. Он будет склеивать плевру, и так еще больше усугубить состояние раненого. То же самое аппликатор. Никогда мы, то есть, некоторые говорят, ранение в животное, ножевое, пылевое, все, засыпало туда селекс, либо аппликатор, и все, человеку спасли. На самом деле нет, мы наносим еще больше травм. И при ранении головы, когда задета черепная коробка, ни в коем случае мы ни один из этих препаратов не применяем. То есть, там, ножевое ранение, осколочное ранение, когда кофе не задет, да, применить можно, но при повреждении кости ни в коем случае мы его не применяем. И рассмотрим, ну, вот эти рассмотреть не будем, это тоже, то есть, это просто бин, пропитный хитозаном, это зотообразно сложная повязка, пропитная хитозаном. Еще немножко про хитозан. Хитозан, это производная хитина, то есть, производная моллюскообразных, вытяжка из панциря моллюскообразных. Какой небольшой минус? Если у человека аллергия моллюскообразным, то есть, к морским обитающим, то у него будет, соответственно, реакция на это. И вот, новейшая российская разработка, гемофлекс. Чем она лучше всех представленных препаратов, кроме того, что это, соответственно, первое, кровоостанавливающий эффект. Второе, не вызывает ожогов, в отличие от гемостатиков первого поколения, как гемостоп. Легко моделируется по форме раны. И самое главное, это бактерицидный эффект. Препарат гемофлекс можно оставлять в ране до 48 часов. И он не будет вызывать никаких побочных эффектов, у него нет. Мы проверяли это, соответственно, в лабораторных условиях, проверяли это в поле на практических занятиях, проверяли в бою. Лучше всего, вот мне понравился именно гемофлекс. Еще, какой минус? Если у вас селок скрыт, надорван, то уже через сутки он не будет обладать таким же абсорбирующим эффектом. То есть, он не будет так же эффективно смотреть кровоучение. Гемофлекс мы делали как? В понедельник надрывали на занятиях, показывали, как это использовать. В пятницу отрабатывали практически. Он также останавливал кровь. То есть, эффект на него не был снижен ни на сколько. Небольшая еще, так скажем так, история для этого. Когда я пользовался селоксами, они у нас ушли из Великобритании, все в английском языке. Там английский я знаю, все прочитал. Но даже читая инструкцию, невозможно понять некоторых нюансов использования. И когда я это применял на человеке, у меня были некоторые вопросы. И было жалко скрыть, потому что покупали за свои деньги. А когда в бою пришлось его применять, я вскрыл и пришлось потратить 10-15 секунд на то, чтобы сообразить. Поэтому лучше всего сейчас мы вскроем, для всех покажем, и все будут знать, как это делать. И еще некоторые нюансы, которые разработчики не указали, пришлось опытным, по чем уже вскрывать. То есть, у нас состоит из поршня и самого шприца. Засыпано, по-моему, сколько? 16 граммов? Да. 16 граммов селокса. То есть, мы вставляем, удаляем заглушку, вставляем поршень. Как говорит разработчик, вы засовываете аппликатор в рану, надавливаете на поршень, вынимаете, оказываете давление на рану, при течение 35-40 секунд, убираете руку, колючение должно быть установлено. Если не остановлено, еще создаете давление до 2 минут. Какой у меня был казус? Когда у человека было осколочное ранение в шее, мне пришлось его использовать. У него было сильное повреждение магистрального сосуда. Колючение у него к тому моменту, когда я к нему подполз, у него потерял уже около 350-400 мл крови. То есть, я быстро достал селокс одной рукой, засадил его, нажал, вытащил. Колючение не было остановлено. Я догадался, что я недостаточно глубоко его засунул. То есть, я достал второй селокс и повторно его использовал. И потом, когда я в дальнейшем его в бою использовал, я понял вот этот небольшой нюанс. То есть, мы максимально глубоко, то есть, вместо повреждения сосуда доставляем селокс. Примерно половину, вот так, чуть больше половины содержимого селокса нужно, где сосуд поврежден, в это место нужно вытащить. А оставшийся вы, плавно нажимая на поршень и вытаскивая аппликатор, заполняете раневой канал. Вот так, такое использование было наиболее эффективно. Потому что у человека, когда у него пулевое ранение, сколочное ранение, у него уже повреждена, допустим, не только артерия, у него там вена повреждена, у него капилляры повреждены, все равно из него продолжает сочиться кровь. И все равно этот раневой канал нужно заполнить, чтобы туда не попадала никакая грязь, там, осколки, пыль. Противопоказания к нему, вот, единственное, что я спрашивал у разработчиков, это только вот если реакция на моллюскообразную. Ни в коем случае, как я уже сказал, не применяем при ранениях живот, ранениях грудной клетки, при ранениях головы. То есть мы применяем это при пулевых ранениях конечностей, при вязанных ранах, при осколочных ранах. Если, допустим, нет у вас гранул сывок, то мы применяли, как вскрывали аппликатор, и из аппликатора уже засыпали в рану. Ну, я не вот, скажем, у нас не идут уже разговор подвинуть, не подвинуть, навести больше урон, не больше урон. Нам надо его спасти и вытянуть, потому что вытянуть его из красной зоны. То есть я оттащил его за бронетехнику, и для того, чтобы оттащить его дальше, то есть за бронетехникой я ему остановил кровотечение, и дальше я оттаскиваю уже в желтую зону, где я уже мокнул в колоте обезболивающий. При пулевом ранении, допустим, бедро, когда перебита бедренная артерия, единственный выход это только бинты, либо аппликатор. Вот я бы хотел сказать, что лучше всего покупать аппликатор, потому что он более универсальный, его можно использовать, соответственно, при доставке препарата где-то глубоко в рану, и можно использовать наружнее. Это можно использовать только при наружных кровотечениях. Но в данном случае даже бинты будут даже получше, потому что бинт вы сможете, соответственно, затолкать в рану, чтобы снять кровотечение, либо использовать его наружнее. коллагеновые губки, крылоостанавливающие у нас есть наши российские стоят они очень недорого и есть израильские, они намного более лучше то есть это применяется при небольших капиллярных крыльчинях и венозных крыльчинях вот такой губочки будет конечно недостаточно их самые, к сожалению, не имея израильские они примерно 10 см на 6 см они наиболее эффективны при осколочных ранениях при каких-то пулевых касательных ранениях ну а те крылоостанавливающие губки, допустим если у вас ножевое ранение, там по руке у вас заделить, ну, придется 3-4 использовать действительно хорошая штука то есть достаточно астана, у кого у вас имеет такой хороший крылоостанавливающий человек приходится использовать 3-4 штуки заматывать раны и сверху накладываться септическую повязку но, честно, в бою не применяем, потому что, скажем мы не рассматриваем такие легкие виды травм сейчас вот мы рассмотрим гемофлеш компании Inmed также производится из хитозана но только хитозан не животного происхождения, а растительного происхождения то есть здесь это из производной грибов то есть в таком виде она происходит как зотообразная сложная повязка и вот пропитанная хитозаном очень легко моделируется по форме раны обладает отличным кровоостанавливающим эффектом вот такой длины этого изделия хватает для достаточно для остановки кровотечения при перебитии, допустим, сосуда диаметром 3-3,5 мм то есть, который проходит у нас совершенно, как коллега показывает, вот здесь минусов за время использования, то есть используем уже около 8 месяцев минусов выявлено не было плюсы используются при всех видах травм и ранений то есть можно использовать при ранениях живот, при ранениях грудную клетку, при ранениях головы то есть если, ну как естественно, если у вас повреждена черепная коробка то есть мы не заталкиваем его внутрь, не доносим это к мозгу ну и соответственно мы просто отрываем необходимый кусок прикладываем к кране, накладываем асептическую повязку но ведь обладает бактерицидным эффектом то есть по бочке у меня никого нет конечно препарат не биоразлагаемый, да, то есть его приходится удалять соответственно потом, при доставке раненого в медицинское учреждение там уже хирургически из него будут все это удалять как мы используем? то есть допустим при ранении, да, при полевом ранении мы намотали на палец, засунули в рану отмотали сколько необходимо, в рану пропихнули дальше создаем давление 40-60 секунд отпускаем, да 40 секунд достаточно для того, чтобы остановить кровотечение даже из бедренной артерии при полном осечении бедренной артерии это тоже проверено мы не нашли жгут альфа вот, хочу немножко рассказать об исполнении, да вот, жгут эсмарха накладывается только, соответственно, на голое тело мы не накладываем на конечность мы накладываем, соответственно, на одежду какой у него минус? кровь, она очень жирная и я хочу сказать, наложить на раненую, выстекающую кровь у которой конечность крови, это очень тяжело она соскальзывает и накладывать реально неудобно вот эта штука, она не соскальзывает да, ее ругают травматично но она не скользит тканевая плетка, она чувствует да, она очень шуршавая не соскальзает вот этот, он будет соскальзывать не скальзывает она скальзывает она не скальзывает